Светло и дорого. В Днепре новая визитка города. Так местные чиновники называют освещение Кайдагского моста, для которого понадобилось почти 700 декоративных ламп. На оформление потратили миллионы гривен, но ни горожане, ни эксперты новинку не оценили. Почему? Елена Миндалюк расскажет. Кайдагский мост. Чиновники с пафосом. Перед объективами телекамер включает его освещение. Почти 2 километра переправы подсвечены разноцветными светильниками. При помощи компьютерной программы можно создать около полусотни различных комбинаций. Установлено 25 мощных зенитных прожектора. Приурочили все это к 35-летию моста. Из городского бюджета потратили 13 миллионов гривен. В мэрии заявляют, все светильники энергосберегающие. Мост прошел определенный апгрейд, и технический, и эстетический. У нас на сегодняшнюю экономию от освещения на мосту составляет в два раза. За счет этой экономии у нас компенсируются возможности подсветки самого моста эстетическая часть. Вот только восторга чиновников не разделяет эксперты по госзакупкам. Денис Баранец проанализировал всю тендерную документацию и обвинил власти в расточительстве. Говорит, могли сэкономить как минимум миллион гривен, если бы выбрали другого исполнителя работ вместо фирмы с сомнительной репутацией, которая взялась за реконструкцию, имея в своем распоряжении всего трех работников. Было заключено дополнительное соглашение, которое позволило эти самые работы завершить до конца года. Соответственно, срок подрядчику увеличили, сделали еще одну поблажку. И отсюда вопрос, а другим бы сделали такие поблажки или нет. Немало споров и о том, нужна ли была вообще эта подсветка. Жители активно обсуждают эту тему в соцсетях. И большинство сошлось во мнениях, что у города есть более насущные потребности. Даже посчитали, что за 13 миллионов можно было закупить три новых троллейбуса, капитально отремонтировать 10 километров тротуара или оборудовать 8 километров велодорожек или же снабдить освещением несколько десятков улиц. Елена Мадалюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепр.